Литва обвинила Беларусь в отправке сотен нелегальных мигрантов на её территорию с целью дальнейшего их продвижения вглубь ЕС. По словам литовских чиновников, сотни беженцев сначала прибывают в Минск из Багдада и турецких городов, и в последние дни они пересекали белорусско-литовскую границу. «Есть туристические агентства и прямые рейсы, которые соединяют, например, Минск с Багдадом. Есть агентства, как в Беларуси, так и в других странах, которые привлекают туристов в кавычках в Минск. Мы задержали несколько людей при въезде в нашу страну с визами и приглашениями от белорусских туроператоров». Премьер-министр Литвы отметила, что её страна построит заграждение на границе и разместит на ней войска. «Мы начнём строить дополнительный физический барьер, разделяющий Литву и Беларусь, что будет определённым сдерживающим фактором для организаторов потоков нелегальной миграции». В среду МИД Литвы вызвал посла Беларуси, чтобы потребовать от Минска пресечь поток нелегальных мигрантов. По данным пограничной службы, за первые семь дней июля границу Беларуси и Литвы пересекли 779 нелегальных мигрантов. При этом за первые шесть месяцев 2021-го их было 636. «У этих людей нет документов. Мы не можем определить, откуда они прибыли, не можем начать их возвращать. Информация доступна для Турции, потому что перед посадкой в турецких аэропортах они должны предоставить свой паспорт, визу, свои биометрические данные. В сотрудничестве с Турцией мы могли бы быстро определить их личности и потребовать от их государств происхождения принять их обратно». 26 мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна больше не будет мешать мигрантам пересекать её западную границу с ЕС. Как предполагается, это стало ответом на санкции, которые ввели после посадки в Минске самолёта Ryanair и ареста оппозиционного журналиста.